Всем привет! С вами Ольга и добро пожаловать на мой канал! Прошел Эммочкин день рождения, теперь ей два годика, фух, было много работы, ну, наконец-то от хэппи бёздили! Впечатлений огромная куча! И сегодня я хочу поделиться с вами, как я планировала ее второй день рождения, как все это прошло, может быть, вам понравится та или иная идея, и вы тоже хотите ее воплотить, и надеюсь, что это видео будет вам полезно в подготовке вашего праздника. Итак, началось все с того, что за несколько месяцев, то дня рождения, я определилась с темой, и тема у нас была мини-маус. Эту тему мне было очень легко выбрать, потому что ребенок у меня очень любит мини-маус, у нас есть игрушки, она и смотрит, и мультики, и узнает везде, вообще без ума от нее, и существует огромное количество возможностей, как можно эту тему привязать к празднику, декораций, костюмы, мы все это воплотили, и посмотрите, что у нас получилось. Я сделала себе вот такие заметки, обычный листочек, там где-то черкалась, где-то дописывала, подписывала, где-то даже схемы рисовала, чтобы ничего не забыть и не упустить, и на протяжении нескольких месяцев пользовалась этим листочком. Первое, с чем я решила определиться, это гости, кого мы пригласим, сколько, и от этого зависело, конечно, где мы будем проводить день рождения. В итоге гостей было довольно-таки много, в общем и целом приглашено было 16 человек, помимо нас самих, и им всем мы разослали приглашение по почте. Вот такие вот тематические приглашения мы разошлем своим гостям, я их заказывала через интернет, у нас тема мини-маус этой вечеринки, и скоро мы разошлем по почте всем гостям. Сначала я хотела только детям или маленьким детям, но у меня число гостей и детей, и число в пачке не подходило, и поэтому пришлось так и так купить две пачки приглашений, так что разошлю просто всем гостям, тем более им надо узнать адрес. Сейчас здесь уже все подготовлено, можно просто заполнить. Я бы предпочла все делать самой, на свой вкус, но раз уж уже готовая есть, то воспользовалась этим. Какого числа, во сколько, по какому адресу, и вот это, по-моему, совсем уже устаревший номер телефона. Вообще-то он нужен для того, чтобы гости либо подтвердили, что придут, либо отказались, но в наше время существует WhatsApp, все и так общаются между собой, мы с нашими гостями тоже. Вот, я бы предпочла все-таки как-то что-то свое написать, что мне надо, но в этот раз пойдет и так. К ним ко всем прилагаются конвертики, так что будем по-настоящему рассылать по почте. Я как бы придерживаюсь того, что детский день рождения, он нужен для ребенка больше, чем для родителей. Может быть, годик еще как-то по-другому, но вот с двух, тем более с трех лет, это уже праздник для ребенка. И я старалась все организовать так, чтобы хорошо было ребенку. То есть у нас не было такого типичного застолья, где выпивается алкоголь, где взрослые разговоры, а ребенок там себе бегает, ну, на него обратят внимание, ой, какой хорошенький ребенок, и дальше. Нет, у меня было все направлено на то, что в центре внимания ребенок, а остальное вокруг него. И все празднуют второй день рождения ребенка. Поэтому мы в обязательном порядке пригласили и нескольких детей примерно такого же возраста, как и Эмма. Ну и для маленьких этих гостей я приготовила маленькие подарочки. Здесь в Германии это принято так делать. Я считаю, это очень-очень хорошая традиция, потому что дети приходят на детский праздник, дарят подарки, и в этом возрасте они еще не понимают, почему они дарят, им не дарят, и вообще, что кому принадлежит. И чтобы никому не было обидно, мне кажется, это отличная идея, что маленьким гостям тоже что-нибудь подарят. Вот такие подарочки я собрала для гостей, конечно, только для маленьких деток. А внутрь я положила следующие. по шоколадке, ММД, желейные конфетки, и по две маленькие игрушечки. Эти игрушечки оттираются на пальчик. Это для ролевых игр. И они были все разные в упаковке, уж кому что попадет, совсем по два. Чтобы наших многочисленных гостей удобно разместить, чтобы всем было достаточно места, а тем более детям играть, бегать и прыгать, мы решили в этот раз отмечать не дома, а снять зал. Ну, снять зал, это, наверное, слишком громко сказано. У нас большой город, и в каждом районе города есть штат Тайльхаус. Я даже не знаю, как это эквивалент на русском языке. В общем, это такой домик, в котором проводятся некоторые мероприятия. Иногда это может кино, иногда это может выступление какое-то, иногда какое-то собрание. И у любого гражданина этого города есть возможность снять этот домик на один день или на вечер. Вот этой возможностью мы и воспользовались, и сняли симпатичный домик у нас поблизости, где мы отметили Эммочкин день рождения. Для создания настроения, для создания праздничного настроения я скачивала из интернета музыку и взяла с собой свой ноутбук и колонки, чтобы там организовать музыку, потому что там был только магнитофон с дисками. Насчет угощения мы тоже сильно не заморачивались. В принципе, мы заказывали в ресторане суши и пиццу, чтобы было разнообразие, и взрослым, и детям. Дети чаще всего любят пиццу, иногда суши, и взрослые чаще всего любят суши, и пиццу вообще любят все. Так что я считаю, мы угодили всем. Кроме того, я попросила о помощи своих самых близких людей, девушек, женщин, что-нибудь сладенькое, вкусненькое постряпать. Что-нибудь сладенькое, вкусненькое постряпали в два раза больше, чем я заказывала или просила. Получилось столько всего вкуснящего, что мы потом три дня доедали все это. Сама я позаботилась о торте. У меня, кстати, был выбор, я так долго раздумывала, заказать торт, или все-таки постряпать самой. И все-таки стряпала я его сама. Получился очень симпатичный, тематический тортик. В продолжении темы организации детского праздника я заказывала сахарную картинку на торт, как и декорацию. Оказывается, в том зале, который мы снимаем, там нельзя зажигать свечки. Курить нельзя, это понятно, но то, что даже свечки на день рождения ребенку зажигать нельзя. Это в целях безопасности. Придется принять как есть. Так вот, сегодня мне пришел пакет с украшением на торт. Интересно, так запакованный. Не гнется, я все переживала. Вдруг запихнут в ящик, как обычно это делают, и он сломается. Нет, хорошо запакован. Открою и посмотрю, что внутри. Даже интересно. Первый раз таким пользуюсь. Вот такие вот несколько листочков. Средний из них это и есть вот эта вот сахарная бумага с картинкой. Ее просто вырезаешь ножницами и накладываешь на торт. Открыла и засомневалась. Может, я зря открыла пакетик, как бы она влагу в себя не впитала. Ладно, посмотрим, что будет. Также для создания настроения и для поддержания темы я решила переодеть нашу Эммочку в мини-маус. В таком возрасте дети еще не очень любят переодеваться. Если честно, это был риск. Но, слава богу, она согласилась, чувствовала себя хорошо и выглядела отлично. Единственное, что она не захотела одевать ушки мини-маус. Ну, а поскольку я знала заранее о том, какая будет тема, я в Китае выписала вот такой симпатичный костюмчик на мою милашку. Надо быть очень осторожной с размерами. У них все-таки совсем другие размеры. Сзади на ленточке бантик. Все подошло хорошо. Но я заранее, заранее заказывала на тот случай, если вдруг не подойдет по размеру, чтобы успеть купить здесь. И вот такие были ушки. Но ушки она так и не захотела одевать. На тему мини-маус существует огромное количество разных декораций. Я выбрала некоторые из них. Это вот такая вот вазочка картонная для сладостей. Я ее собрала, чтобы испробовать и оказалась ей очень недовольна, если честно. Идея замечательная, но вот выполнение качества не удовлетворительно, потому что ее перекашивает. При этом на ней сейчас совсем ничего нет и она криво стоит. Я ее уже снизу постаралась укрепить скотчем. Это сильно не помогло. Попробую еще сделать сверху где-то как-то. Если она такая и останется, лучше не станет, то я ей пользоваться не буду. Далее я купила газ. Специальный, который гелиум или гелий. Как он по-русски поднимает шарики вверх. Ну и к нему соответственно шарики. Просто красные к нашей теме. И купила вот такие. Нашла с красными точками, как платьишко у Minimouse. Проблема заключается в том, что они очень сильно пахнут. Нехорошо. На упаковке нет ни одного слова на немецком. Это импорт откуда-то. Я думаю, такие вообще не разрешили бы в Германии продавать. Потому что чем сильнее пахнет что-то неприятным вот этим искусственным запахом резины, тем более вероятно, что там вредные какие-то вещества. А для детей, дети играют этим. Подумаю. Я их оставила на воздухе. Я думала, может выветрится, будет лучше. Нет, пока лучше не стало. Если я их и сделаю, то я куда-нибудь привяжу их подальше, чтобы дети не могли достать. А играли хорошими, качественными шариками на празднике. Далее у нас вот такие декорации. Такая гирляндочка. Они, кстати, бывают в разных вариациях. Три разных у меня. Ну и насмотревшись DIY в интернете, на ютубе, как это все легко и просто, я решила сделать сама вот такую вот цифру 2. Оказалось, все не так просто, как в видео. Час у вас ведет на это, час у вас ведет на это. У меня ушло чуть ли не целая неделя на создание этой цифры. Так что, и при всем при этом у меня, не то чтобы талант, но мне это все легко дается, создание вот этих объемных цифр, всякое черчение, всякие фигуры, всякие вот эти вот представления. И кропотливая работа. Я люблю делать что-нибудь такое своими руками. Шить, вязать, клеить. И я думала, я вот так вот легко, а оказалось, все не так-то просто. Если вы задумались делать такую цифру, начинайте делать заранее. Продолжаем подготавливать наш детский праздник с тематикой Мини Маус. Для этого я делаю красную цифру 2, точки 2 года. Оговорюсь сразу, это очень кропотливая и длинная работа. Надо много времени, очень много времени, чтобы вот эти вот все цветочки по отдельности приклеить. Я уже ее делаю 2 дня. Каждую свободную минуту подхожу и приклеиваю цветочки. И вот только сколько приклеила. Так что мне еще предстоит. Если надумаете на свой праздник для ребенка такое делать, делайте заранее, заранее, чтобы все успеть. Ну и в итоге наш праздник прошел на ура. Совершенно отлично. Ребенок настолько наигрался, набегался и столько было впечатлений, что она прям на празднике своем уснула и поспала немножко, потом проснулась и начала дальше играть. Мы остались все очень-очень довольны. Нам надавили огромное количество подарков. Кстати, вот насчет подарков. Не стесняйтесь говорить то, что нужно. В наше время доступно все. У ребенка очень много игрушек и часто не знают, что подарить лучше. Здесь, в Германии, очень принято вести списки. Например, в Амазоне можно сделать список того, чего вы желаете и просто рассылать. Или можно от руки просто написать список и знать, если вас спросят, вы уже знаете, что ответить, что хотелось бы ребенку, что нужно, что пригодилось бы вам. Мне кажется, так лучше всего. Из этой ситуации выиграют все стороны, чем если вы стесняетесь что-то сказать или пожелать, и потом подарят что-нибудь не то. У меня, кстати, есть видео о том, что можно подарить ребенку на годик. И мне было так легко составить это видео. У детей еще нет особо каких-то конкретных направлений, стремлений, желаний. А вот в два года уже есть и вкусы, и предпочтения. И там уже надо решать индивидуально по ребенку. Воспользовавшись случаем, ведь я знаю, что многие из наших гостей смотрят мои видео. Хочу сказать вам еще раз спасибо. Большое спасибо, что вы сопровождали нас на этом празднике, что вы присутствовали. Спасибо за подарки. И спасибо большое за все сладости, которые вы принесли. Просто обалденно вкусные и так много. Нам очень понравилось. Мы в следующий раз вас опять пригласим. Надеюсь, это видео было вам интересным или даже полезным. Может, одна или несколько идей вам понравились, и вы захотите применить у себя. Если это так, поставьте лайк. Если вы не подписаны на наш канал, подписывайтесь на наш канал. У нас будет еще очень много интересных и полезных видео. До новых встреч. Пока-пока.